Сейчас Кремль особо и не пытается демонстрировать, что у нее союзнические отношения с Арменией. Я уже сказал, устами его экспертов он спрашивает нас, почему вы возмущаетесь? Мы не выполнили обязательства, хорошо сделали. Если вы можете самостоятельно защитить свою страну, защищайте. То есть они не говорят, что имеют по отношению к нам обязательства. Они спрашивают нас, почему вы хотите, чтобы мы защищали вашу страну? Они так это представляют, будто бы мы от них хотим что-то, что выходит за рамки их обязательств. Или, допустим, говорят, это наше право продавать вооружение, например, Азербайджану или Турции. Какое ваше дело? Как это какое наше дело? Бедная Беларусь несколько лет назад хотела продать Украине несколько грузовиков. Что только не полилось в сторону Минска, заявив, что это товар двойного назначения. То есть грузовой автомобиль может также использоваться в военных действиях. Как это вы хотите продать грузовую машину против вашего стратегического союзника? Грузовик. Значит, Россия продала разные виды тяжелых огнеметных систем. Что только не продала. Она продала смертоносных вооружений на 5 миллиардов долларов. Наступательные вооружения. Речь не об оборонительных системах. То есть что-то из систем противоракетной обороны. Отнюдь. Иными словами, она продала такие виды вооружений, которые являются негуманными и использовались против людей. В том числе запрещенные виды вооружений. И после этого Москва хочет быть союзником? Она не может. Вчера, когда у нас было интервью с Фейгином, для простой российской общественности, я ясно сказал, что Россия требует, чтобы мы определились. А мы говорим ей определиться. Вы не можете быть стратегическими союзниками одновременно и Армении, и Азербайджана, с Турцией. Мы вас не просим. Не хотите быть нашими союзниками? Дайте нам свободу. Скажите, идите живите сами. В этом случае мы будем знать, что у нас нет союзника. Или мы пойдем найдем союзника, или мы все совершим самоубийство, или мы все вооружимся. И сколько бетона у нас есть в стране, сделаем из него доты и перейдем к самообороне. Арцах стал жертвой именно вот этих обещаний. Потому что Арцаху постоянно, и вы знаете, русофильству там нет предела. Россия, все дела. Как это Путин допустит, чтобы война продолжалась больше трех дней? Они продают им вооружение, но они выключат их. Эта ракета не полетит. Какие-то сказки рассказывают и так далее. И они были удивлены, когда война продлилась больше трех-четырех дней. А если бы они осознавали, что Россия не будет их защищать, то для начала они бы не грабили в таких масштабах собственную страну и армию. И не было бы урона в соотношении 1 к 10. Теперь на кого они возмущаются? Те же генералы. И очень интересно. Я не слышал какое-либо требование от тех же жителей Арцаха к их руководству, к их генералам, чьи дворцы до сегодняшнего дня все еще стоят в Степанакерте. В два раза больше стоят в Ереване. Хоть один сказал им, ты построил все это ценой крови наших детей. Мы хотя бы через раз здесь высказываемся. Или кровь их детей для них не настолько важна. Но я снова повторяю, этот грабеж имел место по той причине, что тот же генерал-расхититель был уверен, что это оружие не понадобится, этот окоп не нужен будет, потому что Россия сказала, что будет так. Российские армяне любят рассказывать какие-то сказки. Такова действительность. Наша позиция следующая. Смотреть на реальное положение вещей открытыми глазами, какой бы горькой она ни была, и разработать политику в соответствии с этим. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.